Видели ли вы когда-нибудь в зоопарке плавающего тигра? Эти и другие дикие кошки известны как отличные пловцы, поэтому кажется еще более странным, что многие домашние кошки ненавидят воду. Так что же на самом деле происходит, когда речь заходит о кошках и воде? Почему они не любят плавать, как многие кошки в природе? Давайте посмотрим почему. Если вы когда-нибудь пробовали купать свою кошку, то наверняка не понаслышке знаете о ее явном отвращении к воде. Но может быть это фобия воды, из-за которой кошки боятся купаться? От пристального взгляда на текущий кран до погружения лапы в полную ванну, ваша кошка может вести себя по-разному, что опровергает предположение о том, что ее отношение к воде основано только на страхе. Хотя им возможно и не нравится мокнуть, большинство кошек на самом деле очарованы водой. То, как вода падает, рябит и движется, может быть удивительным зрелищем с точки зрения кошки. То, как свет мерцает на воде, завораживает их, и многие кошки принимают это мерцание за потенциальный признак добычи. Последнее объясняет, почему ваша кошка может с любопытством ухватиться за струю воды, текущую из крана, или быстро окунуть лапу в раковину или ванну. Бегущая вода особенно стимулирует аудио и визуальные чувства кошки, поскольку она издает интересные звуки и движения, две характеристики, которые также характерны для их добычи. Если домашние кошки проявляют любопытство и удивление, когда дело касается воды, то почему они так не любят намокать? Вот несколько вариантов и ответов на этот распространенный вопрос. Домашние кошки любят рутину, и после того, как она установилась, они не очень терпимы к переменам. Когда вы вводите новый или незнакомый стимул в привычный распорядок дня вашей кошки, например купание, вы скорее всего встретите сопротивление. Это особенно верно в отношении пожилых кошек и кошек, которые не имели регулярного контакта с водой или ванной. Тип диких кошек, от которых произошли домашние кошки, это кошки Ближнего Востока, где климат был заслушливым и сухим. Там, где жили предки вашей традиционной домашней кошки, было очень мало водоемов, а значит им не нужно было учиться плавать. Вы, наверное, уже видели, как мокрая собака отряхивается, чтобы вытереться. У многих собак шерсть приспособлена для отталкивания воды, но кошкам не так повезло. Если бы кошка окунулась в воду, ее шерсть быстро напиталась бы водой, что значительно утяжелило бы ее и доставило бы ей дискомфорт. Кошкам свойственно быть ловкими и легкими на ногах, поэтому легко понять, почему намокание может помешать им.